Раннее субботнее утро. На плацу войсковой части 26-178 отдельного командно-изберительного комплекса, расположенного в Щелково-7, строится личный состав. Все готово к принятию присяги. Войсковая часть 26-178 – это особенная часть. Именно здесь боевые расчеты осуществляли первые сеансы связи при запуске первого искусственного путника Земли. Сегодня мы с вами вышли на новый уровень обеспечения управления космическими аппаратами. Важнейшим направлением работы войсковой части 26-178 является управление космическими аппаратами. Особую роль Щелковский пункт играл при управлении полетом орбитальных станций «Салют», а также при выполнении экспериментального полета «Аполлон-Союз» в 1975 году. Именно в зоне радиовидимости Щелковского кип начинались динамические операции пилотируемых кораблей, стыковки и расстыковки их с орбитальными станциями, коррекции орбиты орбитальных станций, выходы космонавтов в открытый космос. На Щелковском пункте постоянно внедрялись новые средства автоматизации процессов управления космическими аппаратами. Часть занимается выполнением задач по управлению орбитальной группировкой как военного назначения, так и двойного социально-научственного назначения. И при выведении нового пополнения военнослужащих по призыву – это очень важное для нас событие, потому что военнослужащие по призыву также должны выполнять свой воинский долг, и служить Родине – это очень почетно. Не просто почетно, а очень важно – взросление, становление, приобретение таких качеств, как ответственность и мужество. Именно это дает военная служба. За принесением присяги внимательно наблюдали родные и близкие новобранцев и, конечно, руководящий состав. Глава округа Сергей Горелов также поздравил новобранцев перед принесением торжественной клятвы. Это всегда волнительно. Волнительно, потому что ты даешь клятву, наверное, с Родине, и от тебя эта присяга, конечно же, потом требует исполнения тех обязательств, которые ты взял. Это первое. И второе – конечно же, реально воплотить в жизнь все то, что ты взял на себя. И ты несешь очень огромную ответственность. Огромную ответственность, а при всем при этом, знаете, как говорят, присягу принимают один раз. Вот и я принял ее один раз и больше никому не пресекал. Надо сказать, что сегодня служба в войсках во многом отличается от прошлых лет. Для служащих созданы весьма комфортные условия. В числе новобранцев этой войсковой части и внук народного артиста Российской Федерации именуил Виторгана. Народ и отечество. Достойно исполнять воинский долг, мужество защищать свободу, независимость и конституционный строй России. Народ и отечество. Ну что, волнительный момент такой внук. Ну, безусловно, конечно, конечно. Не так часто отправляешь своих детей в армию. Поэтому, когда это происходит, безусловно, это очень волнительно. Я даже не ожидал, что так волнительно. Ну, такие войска, в общем-то, очень интересные, элитные войска. Да, мне тоже, я ничего в этом не понимаю, конечно, но само название звучит замечательно и очень интересно, безусловно. Я думаю, что это хорошее место, где мальчик может еще что-то дополнительно получить. 28 новобранцев сегодня приняли присягу здесь, в военной части космических войск, на территории Щелково-7. Пожелаем ребятам удачи и, конечно, хорошей и легкой службы. Лилия Тимиева, Александр Рожевский, Щелковское телевидение.